Вечерний субботний привет Олицетворяет мастера чипа Я главный мастер чипа А это его мастер чип шестерки Ну окей, ладно Никто не обиделся Лаки, проще, но я не буду с тобой играть Так, ну что ж, поехали Поехали, чё, да, давай Краткое введение для тех, кто не в курсе Halo Величайший эксклюзив для В истории Xbox В данном случае мы играем в четвертую часть Первую серии, которую сделала Не студия Банжо, которая просто Имя себе сколотила На этой замечательной эпической серии Вот, я всё это говорю с умным видом Но я играл только в первые две части Прошёл их обе с удовольствием Которые выходили на ПК А вот Игорь играл во всё Во все эти речи, в Halo 3 и всё на свете Поэтому он, наверное, сегодня Больше интересного расскажет, чем я Нет Нет Да тут рассказывать нечего надо смотреть Расскажи мне о детях, говорит тебе катсцена Вы и так уже всё знаете, говорит она Тут гринзовский Тарас недоумевает Александр, вы с Игорем в одной комнате сидите Дорогой Тарас, мы как бы, в общем-то, замужняя Нет, как она, женатая пара Молодожёны Молодожёны Вот Поэтому, да, мы сидим в одной комнате А, прикольная картинка Гангл Стайл В лифте Смотрите, пожалуйста, в комментариях Пользователи под ником SpecialOne Сделал очень классную вещь Причём всё так, как надо Кто надо, сверху всё Игорь, нам очень нравятся твои штанишки Максим прикольный костюм Это, на самом деле, получается, что я делал тебе бэк Максиму А я типа хит, ну такой А ты такой, типа, ручки всякие классные, маленькие Скрылся Саша, пожалуйста, чуть подальше от микрофона Блин, это очень трудно Он рядом со мной, прямо смотрит мне в лицо И, возможно, СГ, можно звук из игры побольше Чтобы было слышно и вас, и игру Ну, давайте, сейчас ещё немножечко времени пройдёт И вы увидите, может быть, когда стрелять начнут То будет достаточно громко Да, тут просто всё так ладно со звуком И мы не хотим рисковать лишний раз А то всё упадёт, сломается И мы пойдём в грит Да, и пойдём в грит Поэтому пока всё хорошо Давайте лучше радоваться этим жёлтеньким субтитрам Реальным актёрам Тут, кстати, спрашивают, где Костенька Давайте, может быть, мы помянем его добрым словом Ну, Костеньку мы, на самом деле, давно, долго уговаривали с нами Ой, господи, какие классные сцены А вообще супер Вот, мы его долго уговаривали Но Костя, он не понимает, что такое Хейло Не понимает, насколько это классно И даже доказать нам, что мы унылое говно И не шарим в играх Он всё-таки не рискнул Побоялся Побоялся, да, спорить с нами И местами Побоялся, да, сцены всё знают Запилил игрозор и уснул Да, ну и ладно, ничего страшного Мы очень по нему скучаем, но Главное, он Сначала уснул и потом запринял Он залил игрозор Игрозор на сайте Игра, всё нормально Игра настолько, что сегодня везде Погряз в хало, что не знаю, что игрозор уж на сайте Вот, это было замечательно вам Скоротать время перед эфиром Вот, как бы Костенька успела, да Сделал всё Запилил игрозор и пошёл отдыхать Вот, спрашивают, будет ли обзор на четвёртый хал Ну, конечно Как же без этого Мы обязательно постараемся Я думаю, что, наверное, уже в начале следующей недели Всё сделать для вас Только не обзор на А обзор четвёртый Обзор на Да, да Максим нас тут анально карает Когда мы ошибаемся на этот счёт Не обзор на игру А обзор игры Вот Граммар нации негодует Да Вот, это я к тому, что насчёт обзора Почему-то не так сильно оперативно Потому что очень-очень интересно И, как видите, проходить можно и в одиночку И в коопе Ещё же там очень классный мультиплеер О, там очень классный мультиплеер Поэтому вы уж как бы простите, что мы так чутка Так это не слишком уж оперативно Но очень-очень нравится Нам очень хочется поиграть досконально И изучить со всех сторон Чтобы вам потом рассказать об этом наиболее подробно Ух ты, Forward Antodone написано на корабле Вперёд к рассвету, да Кто бы мог подумать Это был приятный сюрприз Для тех, кто смотрел сериал, разумеется А те, кто не смотрел... Ну ладно Те, кто не смотрел, мы скажем им, что, пожалуйста, в соответствующем разделе Вы можете посмотреть очень классный пятисерийный сериал Который был специально снят компанией Microsoft Ну как, под руководством компании Microsoft На деньги компании Microsoft Вот так вот Скорее последний, да А нами заботливо и очень тщательно переведён и озвучено Не на деньги Microsoft Мне на деньги Аксиос! Да, мне досталась очень классная негритяночка Там с таким сочным голосом Очень прикольно Сейчас вы можете наблюдать Картана Картана! Картана! Я люблю тебя! Картана! Да, может быть кто-то... А, кстати, это какой был сериал? Не тот павильона назвался Да, да, да Вы можете тоже посмотреть в наших архивах Очень классный такой, как в машине мой сериал Да, он замечательный совершенно Трололо сериал о том, как снимают фильмы по играм Там в роли мастера Чифа спародирован типа Арнольд Шварценеггер Игорь его в грузинской озвучке Да, когда Игорь пытался сделать мастера Чифа у него Нет, в грузинской озвучке у тебя получился этот из в этом Топ ФПС Ты там озвучил Стив Фортерса чувака Вот он у тебя был в грузинке Да, и этот Duty Calls генерал Народ спрашивает, в будущем люди стали карликами или мастер-чиф такой здоровый? Не, он да, он реально здоровый Он здоровый, потому что его похитили И его вырастили таким Круто Это была специальная программа Спартанец Ульярс классный, он здоровый, потому что его похитили Где? Спрашиваем, покажем ли мы мультиплеер, мы будем называть мультиплеер? Ну, если будет время, то мы, скорее всего, покажем, может быть, покажем, но мультиплеер очень классный, я вообще планирую делать специальное видео, где я покажу классный режим, который есть у Хейла Свои лучшие фраги Да, под дабстеп сделаю, фрагму их Так, и теперь я ухожу из капсулы Триогенной Не холодно там, нет? Да, мы холодно, и там я вижу, что ребята тоже из капсулы сейчас выйдут Тут говорят, что мастер-чиф рос, как на дрожжах Вот так вот Ну и хорошо, поэтому он такой классный, на самом деле Выходи и выходи, давай Спасаженная бригада Вот это тоже мастер-чиф, но это фиг Вообще, давай для начала сделаем вот что, поскольку у нас так и нету пока что истории серии Хейла Я у тебя, Игорь, кое-что спрошу Спрашиваю, но я ничего не помню Ну, ёлки-палки, ну хотя бы в общих чертах Я вот в общих чертах для тех, кто вообще не в курсе, на что они смотрят Объясню, что Хейла это такой прикольный сериал про будущее, где есть очень классная программа Которая называется «Спартанцы» И главный герой, мастер-чиф, принадлежит как бы ко второй версии Это некая очередная интерпретация на тему суперсолдата То есть это такой типа Борн, облачённый в нано-броню, которая... Да, но что интересно, спартанцы были созданы не для того, чтобы отбиваться от конвенантов Они были созданы, чтобы на земле контролировать вообще людей гражданских Ну да, я до этого ещё не дошёл Ну как бы суть в том, что военные, клёвые солдаты военного предназначения Для силового подавления каких бы то ни было конфликтов Но потом случилась странная фигня На землю напала объединённая раса ковенантов Это такой всегалактический союз разных интересных существ Как очень страшных и опасных, так и очень смешных, маленьких В общем, они там, ну как в Звёздных войнах, короче, такая звёздная коалиция Вот, они напали на землю, приключилось много нехороших вещей Ну, в общем, в результате Мастер Чиф встал на защиту нашего маленького глобуса Ну он был не один, но да Ну да, 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 он был, по-моему, единственный выживший после самого первого масштабного вторжения на Рич, если я правильно помню, да? Да, да, да Вот, Рич это уже как бы эпоха, когда люди колонизовали космос И на некоторых планетах есть колонии Вот была такая планета Рич, на ней, соответственно, была колония Вот туда напали, очень конкретно эти все ковенанты, всех там нахер перебили Мастер Чиф остался жив И, собственно, с этого начинается первая часть игры В ходе которой, почему она называется Halo, то есть в переводе Ореол Ореол Обнаруживается Интересная такая штука Своеобразный небесный объект Не планета, не спутник, а прям такое кольцо У которого внутри есть атмосфера Это вот полноценное как бы небесное тело Там с морями, озерами Тут очень трудно представить, это надо видеть И, не знаю, меня лично первая часть поразила дизайна Потому что потрясающе красиво все сделано, вот вид И главная масштабность какая была, ты мог Блин, это open world шутер Это в тот момент был прорыв Ну да, да, там можно было ездить на машинках с очень классной физикой С очень классным управлением Там огромное количество было оружия Огромное количество возможностей тактических, всяких разных Безукоризненный баланс оружия Вот чем славилась первая часть и дальнейшая, в принципе, тоже, насколько я знаю То есть там было, было две категории оружия Оружие людское и инопланетное Вот, некоторые из этих видов оружия противопоставлялись, некоторые нет Вот И, в общем, в первой части выяснилось, что это самое небесное кольцо Там всех должно было убить Подолеть На нем хранился там чуть ли не вирус какой-то, этот флат Я уже не помню про его происхождение точно Ну это какая-то там Да, что там, где такова была субстанция, которая должна была убить вообще всех Да, да, да Уничтожение всего живого Если не ошибаюсь, это создали предтечи Которые появятся и здесь Вот, а в первой части практически все действие игры происходило на этом небесном ореоле Который, казалось бы, один И который является универсальным оружием уничтожения Такая здоровенная звезда смерти Вот И благополучно его уничтожив в конце сферически красивой финальной миссии Где нужно ехать на этом самом джипе Фирменном, хейловском Просто по уничтожающейся планете Чтобы спастись с нее Когда все вокруг взрывается Давя все на своем пути Выживая там из последних сил На виражах Как в Need for Speed в перемешке с баспилдом Вот Мастер Чиф вернулся на землю И во второй части уже злые ковенанты Вот которых сейчас Игорь тут потихоньку лупит Они заявились уже на землю Совсем озверель Вот И в ходе их вторжения В дальнейшем Да-да-да Совсем страх потеряли В общем со своими танками какими-то жуткими В общем полный бардак начался на земле Ну а дальше стремительно выяснилось Что это колечко было не единственным И что в эти самые ковенанты Не знали о том Что оно предназначено для всемирного уничтожения И считали его своей святыней Вот Обиделись сильно на мастера Чифа И собирались казнить там одного своего чувака классного Который типа зафейлил все И не смог защитить это колечко от мастера Чифа И колечко благополучно сжалось от страха и уничтожилось Вот А это серия все-таки получается у нас Ну я как бы вот до того Вот я просто к чему веду Это ну я на самом деле довольно кратко описываю Вот это то что было на ПК То во что мы можем все поиграть И в общем конечно Кстати Максим тут в комментариях были собственно вопросы Мне тому кажется что Макс слишком много знает про Хейла Играя всего в 2 из 4 частей Так а я только 2 описываю На самом деле вот Остановившись на том Что у второй части мы удалили второе такое колечко При этом играя двумя персонажами И мастером Чифом И главным ковенантом Вернее одним из главных Называем арбитром Который там запейлил В первой части все И был нашим врагом Мы как бы вот на этом остановились И мне интересно спросить у Игоря Что дальше то было То есть что я пропустил Вот глядя сейчас Дальше а что было Ну Мастер Чиф в третьей части все таки одолел всех Но его корабль потерпел крушение И он начал дрейфовать Поэтому мы сейчас появляемся неизвестно где Нас картана вот А в Ричи ОДСТ там не А в Ричи это было приквелы первой части Там мы играли за спартанцев Причем если Мастер Чиф это вторая версия Мы играли за третью версию спартанцев Все память не изменяет Ну так вот И мы как раз пытались тогда отбить рекоменантов И план конечно был проевал А что осталось с арбитром после второй части? Ой, вот честно говоря Я уже не помню третья часть почти Ну его там нет То есть там опять только одним персонажем играешь Да, ты играешь одним персонажем Чифом Кстати, вот Папа жама жесть, Саша, идиот Давай, Игорь, давай Да, 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 отлично Кортен Фриму набивающий ломом Мастера Чифа А тут в комментариях нас спрашивают по поводу озвучки Ну вот мы хотим сразу предупредить, что к сожалению русская озвучка очень не очень И мы советуем всем, у кого есть возможность поиграть на английском Играть именно на английском Тут даже вот народ делится впечатлениями, что Картана Ну вот в русском варианте Это какая-то убыстренная Быстренный английский Наркотик, да, она такое ощущение, что под наркотиками находится И актриса, которую озвучила, она Ну не очень, ну я не знаю, как ее назвать, чтобы не материться особо Она очень сильно переигрывает и это обидно Поначалу оказалось, что ой, круто, хороший дубляж получился Хэлл, но чем дальше, тем Ты еще говорил, что там много неточно всяких с переводом, да Ну да, я тоже наслышим, что перевод там просто вообще вырви глаз А кто им занимался? Это курировала компания Microsoft, опять же, или кто-то Это заказная компания, курировала Компания, а кто не знает Быль даже и на странную, нет? Я не помню, там, ну какая-то крупная версия Ну в общем, как бы вот наш вам совет, если хотите А можно как бы на английском играть с русскими сабами? Какие тут вообще возможности? На английском можно играть с русскими сабами, но я не уверен, что если вы купили обычное издание Halo Я не уверен, что у вас есть там английская озвучка Говорят, что только русский дубляж без возможности смены языка Я не проверял еще Но вот, если вы купите лимитные издания, то там у вас есть только английская озвучка и русские субтитры И я хочу передать представителям 1С интерес, вы полные козлы Они присылали рассылку, что лимитное задание у них будет только на английском языке Даже без субтитров И оказалось, что это не так А субтитры английские нельзя включить, да? Ну, субтитры можно включить, но мне хотелось, чтобы были хотя бы английские субтитры Русские субтитры И за это просто Игорь как бы не покупал лимитку Потому что он думал, что там вообще не будет ничего русского Нам тут в комментариях говорят, что арбитр был в третьей части КООБ Был на двоих Надо мне купить третью часть Надо освежить В третьей части Хейла Ковенанты пошли на перемирие При переходе на корабли через портал взрывом половину корабля оторвало И Чив был заморожен Ну, очень точно, да-да-да-да-да-да-да-да-был такой еще Это Блин, был там очень красиво А мне кажется, или физика-игрючка в игре? Нет, мы сейчас находимся в зоне нулевой гравитации Находились А как мы были люди тогда? У них костюмные такие Нет, ну, в программу очень высоко проектов Ну, просто когда там кто-то умирает, так забавно тела плывут Да Блин, у меня патронов нет И что делать? А почему одного из своих друзей зовут СГ? Он фанат Фанатик Ну, привет фанатам Спрашивают, кто четвертый Вы немножко не понимаете Мы втроем ведем эфир, но играет из нас только Игорь И другие трое людей, которые бегают с ним Они просто как бы товарищи и приятели знакомые И это не мы То есть мы с Максимом сидим и пыримся в экран с удовольствием Наблюдая за игрой так же, как и вы Да, и читаем ваши комментарии Да Так что Так, очень классный комментарий выложил Хотел выложить картинку и прям Умиряются таких штук Файл С, юсерс, баблик, пикпичерс Сердчиммерс, джпг Вот так Игорь играет с кост Да, вот именно так Ребят, я тут вижу, есть у кого-то комментарии, что звук Картинка, вернее, часто зависает, но звук остается Нет, у нас все нормально Значит, попробуйте сменить качество Да, то есть Ну, вообще пишите, если вдруг чего-то, чтобы мы как бы знали Я очень внимательно просматриваю все ваши комментарии Поэтому, пожалуйста, вопросы, замечания и так далее, и так далее Саша Кост, а тебе хоть одна русская озвучка нравится? А то и здесь, и в Darksiders 2 ты ее ругаешь Как раз хотел прочитать, аж самому даже интересно стало Ой, блин, ну Ну, понимаешь, понимаете, у меня как бы вообще нет никаких проблем с английским языком То есть я очень все хорошо понимаю И как бы сама на нем могу там шпарить и все такое Поэтому мне всегда любопытный именно вот оригинал Даже, знаете, что как бы с озвучкой проблема не в том, что может быть где-то там она некорректно переведена Или еще что-то больше всего убивает, если неудачный подбор голосов Или если не сыграно там, где надо играть Да, то есть получается, что просто на корню зарезают всю работу То есть люди старались там, да, делали какую-то эпичную игру там, да, с классным сюжетом Подбирали актеров, они же там очень часто каких-то сочных актеров приглашают на это, да, там, ну Какие-то крупные проекты Но сейчас уже не так Это раньше у нас было такое, что у России, что у нас были хорошие локализации Хороший дубляж Можно вспомнить, например, Dead Space 1 Где были подобраны отлично актеры Они не были избиты, ни эти, ни гланцы Ну, это да Ты погоди, там был гланц, ты охренел, что ли? Да, там был гланц Там с самого начала он озвучивал негра, которого играл, да, этот негр из Спартака Ну, короче, дайте я доотвечу на вопрос Вот, отвечаю, вот И, соответственно, мне всегда было узнать, какой на самом деле голос ум Да, то есть, даже вот, короче, с детства, когда, знаете, когда мы все смотрели с этими переводами, там, и так далее, и так далее Там всякие хитовые кино Я потом с удовольствием пересматривал их на английском языке Чтобы мне, мне вот интересно, какой голос на самом деле, там, у Арнольда Шварценеггера, да, там, или у Д-1000 Но мне интересно, там, у Рэмбо, да, там, ну, то есть, вот эти все ребята наши, там, Брюс Филлис и так далее То есть, ну, вот, поэтому, как бы, я не против, в принципе, иногда это бывает очень классно Есть классные переводы, кстати, вот в играх я вот как-то не знаю Мне вот в кино больше нравится, например, там, какие-то моменты, где очень много жаргона и лексики английской, да И там, например, какой-нибудь фильм, типа, там, этот, ну, два укурка-то Молчаливо-бопый Джин Да, да, Джин, молчаливо-бопый Это же просто, это потрясающий дубляж вот этих фразочки вот идет Ну, блин, ну, короче, кто смотрел, тот знает Вот, поэтому, вот, 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 какие-то отдельные примеры Есть удачные варианты, но просто в большинстве своем, особенно в последнее время, да, там, как бы Тут не бочка меда с ложкой говна, наоборот Вот, поэтому мне уж проще, как бы, сразу на английском играть, да, не экспериментируя на своей психике Там, насколько это будет Просто, ну, да, прикиньте, я, типа, потратила 2-3 дня, прошла игру на русском, да А потом оказалось, что русская озвучка говно, а английский у меня еще, что ли, 3 дня, то же самое Только для того, чтобы послушать, как он на самом деле Ну, ну, а тем временем наш корабль, идущий к рассвету, потерпел крышение Не дошел Не дошел Не дошел до рассвета Говорят, можно ли громче игру, музыку очень хочется услышать Ну, ребят, тут музыка, на самом деле, не такая классная, как в третьей части И лучше вам ее не слышать Тут есть отдельная композиция, которая стоит внимания, но мы, скорее всего, до них не дойдем Я думаю, что вы послушаете музыку в обзоре Мы это вставим, да А еще ли вконтакте, мы же вас знаем В группе нашей можем сделать подборку и послушать сам драйк Там еще говорят в комментариях, что лично меня убивает нехватка хрипа в голосе Чифа в русской озвучке Да, это есть Голос Чифа, дело в том, что вот есть актеры, которым практически невозможно подобрать качественный дубляж Вин Дизель невозможно А мастер Чиф невозможно Ну, блин, это бывает, получается Адам Дженсен невозможно Адам Дженсен, да, абсолютно невозможно То, что, господи, сделали с Део Сексона Ну, ладно Но я хочу просто в защиту все-таки озвучить сказать, что иногда, на самом деле, шедевры бывают В том числе и консольные Мне лично, очень понравилась озвучка хэвераин Прям вообще Да, нам было хорошее, но это было раньше и сейчас Даже хоть слухи, что уже никто не парится на озвучку в играх И они делают тяп-ляп И пример тяп-ляпа, на самом деле, играется как раз эта игра Halo 4 Ну, ну, я же не то, что против озвучки Я просто потому, что окей, если делать, то делать, что Знаете, что самое ужасное? Я забыл сказать, здесь не просто ужасная, плохая озвучка Они без тебя убегают Ну да, пусть убегают Тут такая тема, что есть в кат-сценах русская озвучка идет с большим битрейтом А все, что не входит в озвучку, очень некачественный звук Я не знаю, как это умудрили сделать, но пережали как надо, ребята Ну, бывает такое, да Сожмите себе так места, как вы пережали Надо сказать, вот когда хотят, почему-то иногда вот везет Вот есть тоже голоса, я вот считал после 300 спартанцев, что в России нет голоса, который может повторить Джирада Батлера вот именно вот интонационно, вот во всех тонкостях Несмотря на то, что озвучка 300 спартанцев, она в целом довольно неплохая, голос не похож совсем Вот, но потом вышел законопослушный гражданин совершенно изумительным дубляжом, помните такое кино? Да, да, да Ну, там голос Батлера был абсолютно один в один, вот переключаешь дорожку туда-обратно, вот Мать твою! Ну, это разные люди, которые занимаются, разные прокатчики, и они, да Вот есть, кстати, у нас очень хорошая компания, я думаю, можно сказать здесь это компания Вольга Они делают очень качественный дубляж, они подбирают актеров неизбитых, у них есть, ну, у них новые актеры какие-то, и это очень круто И очень жалко, что они не озвучивают игры А что они сделали? Последний рейд, последний рейд, голодные игры хотя бы те же, пусть совсем не очень, но дубляж был Что-то было очень классное, Макс, мы тебе обязательно потом сообщим, это дополнительно, они очень правда делают очень, ну, причем при этом, как бы, вот, не переводя глупости, никакие еще, то есть, ну, сам еще очень качественный перевод, соответствующий оригиналу, то есть, без всякого от себя тяну и там еще что-то Ну, мы вернемся к Хейла, тут моя пареньки А, Игорь, тут к тебе вопрос, какую часть серии ты считаешь лучшей, и каково-то отношение, что Майкрософт затеяли новую целую трилогию? Ну, то, что они затеяли трилогию на основу, это очень круто, потому что я не могу представить Xbox без Хейла Чего делаете? Это они часто делают, они понимают, чиф, идиоты, что творите? Чиф, а-ха-ха, прекратить, да, вот, на, получается, зараза, и, блин Т sim, да, 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 да. Наобще, насколько я понимаю, это тот редкий случай, когда, несмотря на смену разработчиков, а я теперь и за выделил ее, и на самом деле смены разработчиков, как такового нету, потому что все, кто раньше работал в Банже, Банже, большинство ушли в эту новую компанию. А, вон, она чего я не знал. Да, и, ну, кто ушел в, кактивизия, ну, там не очень большое количество людей, Но они делают онлайновую Halo, судя по слухам Да, судя по слухам, там вообще полная Halo Смелец И мои ребята, идиоты, продолжают что-то творить непонятно Ну давайте уже идите дальше, ну чего Ну есть на самом деле вот такие разработчики одной игры Как вот в литературе есть такой термин автора одного произведения, да? Да, да, да Типа вот как вот Селлинджер, которого там над пропастью воржи все знают Что он еще сделал, никто не знает и никогда не узнает Никому не надо Вот и здесь то же самое, по-моему, банджи из тех людей, которые могут делать только Хейла Не думаю, что-то не так Они могут его назвать по-другому, конечно Да, но вернувшись к вопросу, мне больше всего понравился именно Рич Он отличался от остальных частей Он был очень грустный, очень мрачно, особенно последний глава Особенно вообще последний пилог Я помню, обзор, кто делал у нас видеообзор А, Степа делал такой грустный Такой печальный Да, и... Это был прощальный... Привет от того самого банджи, который вообще делал Хейла Ну... вот Максим, а вы можете рассказать про самых главных антагонистов Ковенантов? Зачем они всех и вся убивают? Что им надо от землян? Я просто серии незнакомый, играл только во вторую и Рич Ну, я, честно говоря, не очень помню их мотивы Вообще, они на самом деле не собирались, по-моему, землян-то убивать особо Случайно Они что-то там не поделили на этом Ричи Но на землю они обиделись Именно за то, что пришел мастер-чиф Они на это свое кольцо Фапали там жутко Считали его священным И даже не подозревали, что это орудие массового уничтожения А тут пришел такой зеленый чиф Пробосился, он тут сейчас всех убьет И обещание свое выполнил благополучно И колечко поломал и порвал И в итоге им ничего не оставалось Кроме как, ну, отомстить, гордость, все дела То есть на землю-то они привалили И стали уже со всеми воевать открыто Именно из-за того, что чиф такой нехороший Поломал колечко Вот еще замечательный вопрос Вы оба можете сформулировать на него ответ Уважаемый ведущий Можете ли вы сходу сказать, чем Хейла вообще хорош? Потому что, судя по трейлерам и того Что сейчас видно на экране Это самый обычный шутер Такой же, как сотни других Ой Игорь, спокойно Возможно, есть какие-то фишки Характерные только для него Ради которых стоит поиграть именно в эту игру Ну, давайте, вы как бы не злитесь Я могу реально сказать, что Это Хейла из части счастья Это такой олдскул Он... Сеттинг его ни разу не менялся Каким он был много лет назад, таким он и остался Это не хорошо, не плохо Сам геймплей Когда ты играешь один и играешь на высоких сложностях Ты такое ощущение, что дуэлишься с противниками Это что-то невероятное Ты понимаешь, что их много, ты один Ты строишь тактики, пытаешься, не знаю, что-то такое вычесть, чтобы победить их Это очень здорово Открытые миры Да, очень открытый мир Из-за этого много тактических возможностей такого у нас сейчас А в остальных шутерах нет Сейчас блоков в стороне уходят И там говорят, что вообще будет Нелинейное прохождение какое-то, я не знаю Но, посмотрите, превью там, я знаю Я объясню немножко по-другому Вот именно опираясь на формулировку вопроса Я думаю, что все, кто более-менее давно знаком с играми Играл много во что, сталкивались с ситуацией Когда ты встречаешь, допустим, к другу пришел Смотришь, он играешь во что-то И выглядит как херня какая-то Совершенно обыкновенная Ничего вроде интересного Но он тебе говорит, что, блин, ты попробуй Ты попробуй Иначе это как героин Ты только попробуй, и все поймешь Первый туз бесплатно Да, вот Хейла это из той же истории То есть я прекрасно понимаю Могу себе представить Мне хватает воображения Вот для людей, кто ни разу в это не играл Как это выглядит Но это нужно почувствовать Вот то же самое с Гридом Который, в принципе, издалека Может выглядеть как Need for Speed какой-нибудь Но по ощущениям это совершенно другая игра Здесь именно та же самая ситуация Хейла это весьма необычный шутер Который уже там в своем Парадатом 2000 году Я даже сказал, уникальный шутер Ну, естественно, да Он позволял делать то, что другие еще стеснялись Предоставлять нам в полной мере Действительно, вот этот вот открытый мир Очень огромное количество тактических возможностей Огромное количество транспортных средств Здесь этого пока не видно Но даже уже в первой части можно было и ездить И летать на целой куче разных вещей Причем на тех же самых вещах могли ездить и летать боты Здесь действительно очень классный искусственный интеллект Это одна из фишек Хейла Тоже здесь вот сейчас это не так заметно Но если поиграть И если вот просто вот подурачиться с ботами Там вот дать им фору, да, походить вокруг Тем более на высокой сложности Вы заметите, что они реагируют очень-очень-очень умно На все ваши действия Они не тупят никогда Они могут угнать ваши транспортные средства Могут атаковать с воздуха там и так далее Плюс ко всему здесь, конечно, огромный арсенал Очень классного оружия Оригинального, необычного, интересного Энергетического, человеческого Какого угодно С очень интересными фишками Каждая пушка, она по-своему уникальна Вот то, что у Игоря сейчас в руках Эта фигня, она преследует, по-моему, по теплу Исходя из того, что теплообъект Да, по теплу, и она может подорвать противника В какой-то момент Да-да-да-да Она самонаводящаяся И если несколько пуль попадает в врага Они его ранят не сразу То есть они втыкаются, а потом взрываются Если штук пять попало То чувака просто разрывает в клочья И таких вот фишек классных там полно И гранаты те же самые Там не просто вот пара разновидностей Гранаты там разрывные, воспламенительные Есть вот, которые можно прилиплять По-моему, у Хейл их еще не было нигде таких Ну да, только потом, впоследствии появилось Да, я могу ошибаться Но, по-моему, первая Хейла была первой игрой Где вот придумали прилипляющиеся гранаты Который там подкрался к врагу сзади Швырнул в него, она к нему прилипла При этом, если ты подкрадываешься к врагу Когда их много И враг низшего класса Типа вот эти мелкие, маленькие, пищащие хуйнюшки Хуйнюшки Я их хрюшками называю А вот ты прилипляешь к гранату, к нему То он отбегает к своим Он тупой, они не очень хорошие бойцы И эти моменты Не, но это не всегда происходит Он убегает скорее, потому что он остался один И он просто бегает, он боится Ну да, но вот те, которые ниже класса Они гораздо чаще отбегают именно к толпе своих Они боятся, они не знают, что делать, они теряются И в результате взрывают из себя еще несколько человек Да Так, у меня тут... А, извини, или... Да не, но я как бы, в принципе, все закончил Я надеюсь, понятно Выразился, слова подобрал Да, стоит Достаточно, да Тело не в том, как это выглядит Да, тут просто по ходу комбинантов было замечание Что просто, ну, просто так получилось Они, в общем-то, сами по себе такие У них религия такая Для них главной целью была полное истребление всех рас Не принадлежащих комбинантов С комбинантом То есть, как бы, они... Те, кто хотят выжить, должны присоединиться Они априори, да, типа Кто не с нами, тут против нас Ну, так и получилось Все эти же маленькие хрюшки Их поработили, по сути И... Бойтесь свиней! Значит, ответ на вопрос Нет, сингла мы еще полностью не прошли В процессе, как видите И очень-очень интересно Тем более, Игорь пытается проходить на высокой сложности Да, я прохожу на героя Это очень сложно Буквально, вот вчера я... Один момент я проходил, наверное, раз в двадцать Не убивали В последнем, вот в последнем пуле В последнем брак Какая-то собака Бегающая, цифровая И, блин, я за это очень сильно бесился, конечно А, ну еще я забыл сказать просто из преимуществ Как я мог забыть, господи, что со мной Великолепный пафос в сочетании с музыкой Вот прям вот такой первозданный Очень красивый, неизбыточный Вот эта вот фирменная фишка Halo С самой первой части Здесь восхитительный саундтрек Изумительно все это срежиссировано Музыка играет тогда, как надо И вот всегда очень в тему Я уж молчу, что там во второй части Даже Breaking Benjamin Он там специально написал же эту тему, да? Да, да, да Специально для Halo 2 Группа Breaking Benjamin написали Музыку Only the strongest will survive Или это фананский клип был Где эта группа и Halo На перевес Вроде это все-таки был клип И по MTV его даже крутили И может быть даже по MTV Да, был, да Было такое Было Она умирает Это не секрет Это было в трейлерах Ее срок эксплуатации вышел Год назад аж И она становится безумной И ее безумство потом Ну, наделает много дел Неприятных И это вообще круто Что наконец-то вот Показывает игру Не с точки зрения Чифа А с точки зрения какой-то другой персонаж Ну, она не менее главный герой Да, да, она была душой Душой Чифа И сейчас это Драма Драма Печальки Сустя, тут очень много вопросов На одну и ту же тему Я сейчас, как бы, попытаюсь Сформулировать Чтобы мы ответили Как бы сразу много кому Народ спрашивает Извечно там, конечно, извечно терки Типа ПК-консоли Ля-ля-ля, но сейчас не об этом Спрашивают те, у кого нет консоли Но, видимо, их заинтересовало То, что мы им показываем Рассказываем Но они спрашивают Стоит ли ради этой игры Покупать консоль Я думаю, что стоит Я скажу просто Я собираюсь купить Xbox Вот только Да, ладно? О, боже, шок-контент Максил собирается буквать Xbox Вы должны понимать, что не только Хэйло же выходил на Xbox Не только Хэйло 4 уходило Помимо Хэйло 4 уходило Три игры вовсе на Хэйло Они все были изумительны Помимо Хэйло 4 уходило Изумительным гирсоварфеном Кроме третьей части И много чего другого Я думаю, глупо ставить вопрос Стоит ли ради одной игры Покупать Xbox Нет, ну в данном случае Вопрос поставили именно так Я отвечу просто Я не буду рекламировать Xbox И не буду ничего говорить Я скажу проще Хэйло 1 и Хэйло 2 есть на ПК Поиграйте И вы поймете Хотите вы ради этого Xbox Или нет Ну, ну знаешь Сейчас у нас такой народ пошел Графон не тащит Все такое милотяшное Ну, значит, если оценят То купят как бы Я поиграл в Хэйло первую Когда уже графон далеко не тащил Это была одна вот Ну, вот есть вот разные, знаете Категории игр Которые вот С какой скоростью Они отвлекают от того Что у них Не тот графон В Хэйло я забыл о графоне Через 3,5 минуты нахер Просто вообще Я помню даже Windows Vista эту богу Ставила ради Хэйло 2 А, да, да, да Но, по своему несчастью Я не смог к ней поиграть На тот момент У меня топа не получилась И спасибо пираткам за это И... Не, ну там же была какая-то система защиты Вообще просто дернутая Там же нужно было Там был не CDK Вернее, и CDK там был И это все было Впилено в геймплей То есть там ты проходишь Ты если берешь пиратку Ты проходишь первую главу Беспрепятственно А потом внутри игры Она... Когда ты внутри игры Обязательно находишься Она уже проверяет Свои исходники Распознает себя как пиратку И говорит Введите, короче В общем, какая-то жуть там была страшная Слушай, Макс, а скажи мне А ты сможешь играть? Все-таки это шутер на консоли Геймпад, все дела Я буду материться, плеваться Плевать, срать Пухать просто Уйду в запой А я, конечно, пройду с горем Просто вчера ты нам доказывал кое-что Ну да, да Я от этого не отрекаюсь Просто я прочитал новость о том Что разработчики сказали Что, в общем, можно забыть Про развитие истории Хейла на ПК Я уже понял, что в цифровом магазине Windows 8 Повелась картинка Хейла 4 И все фанаты Хейла, которые до сих пор не хотели Xbox, такие Вау, Хейла 4 выйдет на Windows 8 И этот Смайграсофт нет, садить тиковые Это мы даже толпы Но это глупо было думать, если не Хейла 3 даже появилась Так они прям возьмут, пропустят половину истории Выпустят четвертую часть Ну, фейбл 3 же выпустили Несмотря на то, что вторая часть Ходила вторая Ну и выявили, и вот результаты Где он теперь Ну да, фейбл при этом такое говно А, что ж, я вот думаю, тут многие очень Спрашивают про мультиплеер Я думаю, что все-таки 8 действительно стоит постримить Ну, вторая часть, еще рано Я не думаю, что ему стоит уделять особое Внимание, потому что Я, да, да, я лучше Сделала целую подборку мультиплеер В обзоре покажем мы Мультиплеер Он действительно очень классный Режим потоп, который здесь обновили Он стал очень красивый Если в Хейла Рич Модельки персонажи будут, по сути, одинаковые Везде спартанцы То теперь здесь Раса потоп Это такие зомби Про которые я говорил, да Флут они в оригинале называются Флот, и это Которая как раз вот типа зомби-вирус Который уничтожает все живое И это что-то невероятное Вот сегодня перед стримом Я с этими ребятами поиграл Это было жутко весело И я лучше сделаю отдельное видео поэт Вот тоже, кстати, забыл сказать про совмещение жанров Вот не знаю, Игорь, со мной согласишься или нет Если ты вспомнишь Вот в первой части Для меня это было откровением Я такого раньше никогда в жизни не встречал до Хейла А ты играешь вот первые там три часа, да В лучезарный, солнечный, природный шутер Красивый, бодрый, интересный Самый такой вот Ну прямолинейный экшен Обычный Но когда спускаешься в подземелье Да Это вот типичный хоррор Там обосраться можно Этих самых Вот все ковенанты пропадают И вот эти вот зомби флудовские Эти маленькие жучки, которые прут отовсюду Обосрак И же страшно Слушай, я на самом деле думаю Выходил уже переиздание Первого Хейла И Оно ведь только на консоли вышло, да? Да, оно только выходило на Xbox Вот, к сожалению И российская компания Saber Interactive Помогала в разработке Они вроде как даже предоставили свой движок Который Их движок был поверх движка Хейла 1 Который вышел много лет назад Это очень интересно Из реку, что ли, чтобы приподнять? Нет Именно графику Графику приподнять И что самое интересное Если я не ошибаюсь Графику Можно было менять Прямо в процессе игры То есть Нажимаешь на кнопку И Ты играешь не в переиздание А ты играешь вот в оригинал С субборными текстурами И все такое Вот Вот такая технология Очень крутая Блин Надо купить Надо купить Тут спрашивают Знаем ли мы такой машинемый сериал Red vs Blue Ну и разумеет Да, да И очень Я помню Я тогда прям все умирала Вообще хотела его перевести Чтобы мы его, да Озвучили Но, к сожалению, по-моему Макс там была именно загвоздка техническая Что не было исходника Нормально, да? Проблема в том, что это первая машинемы в истории Именно студия, которая создала этот сериал Это слово ввела в обиход машинема Они так назвали Рустер Труф или как-то так Да, Рустер Тис А чем же Хантер, да? Именно они, да Они придумали жанр машинемы Именно они были первопроходцами Вообще, Вики, конечно, врет на эту тему Она называет машинемы какие-то там Фрагмовики, Квейк 3 Короче, дети лесом Машинема, вот как жанр Как сценарий Как сериал Она появилась вот именно благодаря этим ребятам Они ухитрились Причем они снимали с Иксбокса Это еще караул Там прицел еще в центре экрана То есть это еще на такой стадии Когда машинемы не была Они, короче, занимались машинемой Когда это еще не было мейнстримом И сделали потрясающий сериал Но, к сожалению, это было так давно Что ранние серии Настолько отвратительном качестве Что вот на современных мониторах Которые в 6 раз больше, чем те, которые были тогда Сейчас смотрятся ужасно Сейчас вам показали новых противников Мастера Чифа Стражи Опасные чуваки на вид Ой, они очень опасны И выглядят брутально О, я достижения получил То, что я не получил Когда первый раз проходил Вот я сейчас получил Надо же Тут вопрос Бытует мнение, что 343 Тупо все скопи-пастил именно С первого двух хейла Ну, отцы! Без своих идей Не то, что дебилы из критериона Со своим мозгом Короче, вы получили ответ на вопрос Да, это очень глупо так думать Они ничего не копи-пастили Они просто взяли то, что у них получается И собрали из всех частей В четвертую часть И это получилось очень круто Тут просто народ считает, что уровни красивые Но многие просто широкие технокоридоры Новые враги убивают с одной тактикой Новые пушки просто выглядят красиво Но те же пистолеты да автоматы Ковенанты отупели И все ситуации взяты из предыдущих игр Хвалить можно графику и катсцены Да, это опять же очень глупо Блин Про такое можно сказать Про какой-нибудь Клоуф Дьюти очередной Про третью Модерную Варферу Но точно не про Хейл Тут все делали с душой Тут не с одной тактикой убиваешь Одних и тех же персонажей Тут каждая ситуация Она по сути необычная И тебя ставят такие условия Что порой даже не понимаешь А что сделать, как пройти этот момент Вот я прохожу на высокой сложности И вот у меня вот такие вопросы В процессе игры возникают А как мне пройти Как мне сделать Какую тактику выбрать Отступить и издалека всех убивать Или рашить, рашить, рашить Такого в этих ваших Клоуф Дьютих и Крайзисах Кстати, во второй Крайзис Они геймплейно скопировали немножко с Хейла Ну там да, там много похожих элементов Там да, весь сингл это такой большой Хейла И не потому что пришелец, потому что чисто геймплейно Геймплей из первой Крайзис Они как-то убрали и поменяли Мне еще показалось, что Killzone 3 тоже так и зарядно вдохновлялся Ну может быть, но с этим, по сравнению с Killzone 2 Не сделали очень большой шаг По постановке и по кеймплее Очень хорошо игра, я и правда не прошел И я о чем жалею очень сильно Но мультиплеер там хороший был Ну короче, очень глупо думать, что 343 они просто скопипастили Бездомные Вы не правы Ну это да, это очень опрометчиво Как бы если бы Half-Life 3 вдруг взяли Valve и продали там кому-нибудь И они бы стали делать вместо там Black Mesa и Гордона Фримона Какого-нибудь ощущения у ученого Совершенно другой геймплей и совершенно другое оружие Это что, обрадует что ли кого-то? Да, сейчас Головinas Без жуткую картину, представил, что Valve дали лицензию А Кейли Half-Life Бит от речи Орииса и Гордон Фримен мочится Там не знаю Эликс вэнс Не знаю Фу Игорь Давайте переведем тебя на другое процент слышно ли что нибудь о фильмах паха и лопа а еще не слышно вот недавно был слух что он но снарец провел снова сценаристов уже изрядно поменялось все это время но это да и режиссеров тоже там петры джексоны хотели не хотели спилберге хотели не хотели это именно петра джексоны хотели петра джексон сам хотел но он хотел сделать все эфир похоже на девятый район и потом он на просил онком тоже хотел четко предмет это именно перед потом петра джексон как просил майкрософт чтобы он стал режиссером и сделок фильм похоела в таком же стиле как его хотелось вот так вот и нам мне кажется что будущее игровых экранизаций сейчас она все положится на юбисофт вот как бы это странно не звучало им удалось добиться того что что не удавалось раньше никому они полностью контролирует процесс экранизации с эссен скрид но очень нашли компанию которая согласилась дать им полный контроль над съемками над процессом и если это выстрелит потому что большинство компаний они почему не хотят и почему очень бережно относятся к своим брендам потому что боятся что выйдет говно как всякие думы там и так далее и майкрософт как никто другой боится что хэлла потопит какая нибудь убогая я отчитал другое что мы красок просто не хотели выделять деньги на хэлла сколько просили в студии они почему то пожалели там 300 миллионов я думаю что это все очень даже прямым образом взаимосвязано может быть может быть потому что бюджет может быть любым но когда к процессу причастны люди которые считают что им достаточно посмотреть два трейлера и все я уже сценарист я напишу это не очень клёвый подход а ведь там был же такой режиссер который снял если шевать макс поэм 3 когда он 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 не играл он не играл даже заявил что я не играл я не хочу играть именно так и я думаю что все изменится если вот в затею юбисофта ждет вин и если они действительно сделают качественную экранизацию своего эссэсен скрида под своим строгим контролем в чем в принципе я не особо сомневаюсь потому что для них это одна из самых брендовых игр сейчас об этом говорит вся их маркетинговая компания одна из самых важных и значимых у них поэтому я думаю они подойдут к вопросу очень очень тщательно и если киношка выстрелит тогда все остальные осмелеют все таки я думаю юбисофт посмотрели на отзывы их последний кинофраншиза в принципе россии ну да несмотря на то что она не была как бы отвратительной ну как и у него на балансах она была она была ужасна это ужасно было макс это вообще это трое то есть я просто прям прям мне прям сердце вырвали и поставили его моря про принципы армии как права это скорее я вообще не показал что джон картер экранизация книги был гораздо ближе на рецеперте есть такая тема и он был больше похож я считаю что джейк жилинхо очень похож на принципы архивного это лимфы дел то не сходственно блин в смысле не в нем одном ночи уж понятно но это я так просто упал я вспомнил игру которую сделали там после релиза фильма за ним поздно через месяц которая немножко пересекала с фильмом она была настолько ужасна спасибо юбисофт за это да какая кто то что а что там было между событиями с тем временем самая брутальная часть принципе секретарь у нас было два трона да нет теперь двадцать урона в сфере процент варьер варьер визе отборная вкладка судьбой и он опасен и приспособов как раз вот между этими двумя частями он был совершен ужасный там даже а чем то рисованным было 2008 в 2008 году в сфере то что так он был класс нет а больше какие еще уходили консперси причем не было морочить еще один после этого выходил после фильма вышел через месяц с что то там тоже прописки было да я тут сам участковый он что такое был сатанинский довольно ботингу уделение юрика за тут пишет помню как провалился 35 минутный фильм эсэсин скрип лайнер да фирма эсэсин скрипт родословная был довольно странным он был очень низкобюджетным это было по нему очень сильно видно единственного плюсом было то что там актеры играли те которые дали свои свою внешность и свои движения героем игры а в остальном получился фейл но как бы это не показатель потому что это чисто такая бытовая разработка юбисофт юбисофт которых на коленке сняли там были локации из игры отрендерены просто в высоком в хай поле режиме ну это не то конечно они бумага вот я не понимаю почему они допустим не закажут то той же студии которая делает им си джи трейлеры полнометражный мульт потому что это изумительные си джи трейлеры но это очень дорогое процент у нас говорили что а это одна минута си джи трейлера стоит один миллион долларов да ладно да ну ни хрена себе вот собственно из таких процент не может потянуть но кроме бризерта чтобы понять причин ну нифига себе зато эти как тогда делают капком они плодят свое говно по резиденту вам неприятно они же на движке все делают да ладно на движке вот этот вот резидент его вымирание экстинкцию вот это блин а вот далее китайцы на аутсорос они именно сделали садеж мужики идут повторить почему бы и нет сделано нормально намного сценарий говно с нормальным сценарием выглядело бы очень бодро это вот не очень понятно я хочу то очень расстраивать что никто не делает си джи вариантов игровых фильмов то есть например я бы с удовольствием царел экранизация гирсор не с реальными актерами а вот именно вот вот в 3d асиджи но вообще да вот игры типа вот особенно те которые сделаны на анриле там в принципе можно все джи студии найти надо хай поле отрендерил все и все да не ясно я ваши короче заумные разговоры разбавлю совершенно полтаю таким плотским вопросом вот так то он такой риторический но тем не менее вы обязаны ответить оба на него а зачем образы искусственного интеллекта сиськи а это не конец его создателем был кто-то озабоченный или он беспокоился что в скучное время могучим спартанцам не будет на кого пофапать чтобы выпустить пар но картону делали не просто как искусственный интеллект без души она она не просто искусственный интеллект она ее технологии входило еще и что-то биологическое почему она так долго продержалась 8 лет без своих причуд короче а она не просто душа но блин надо а я не знаю как сказать в плечах линии задавать такие вопросы ташкартанов учета например такая мотивация макс ты что думаешь ну я объясню немножко проще наверное на мой взгляд это подобие с ее создательницами глупо сделать подобие женщины без груди ну в глобальном плане я думаю тут гораздо важнее то что это нужно для баланса потому что здесь сплошные брутальные мужики в экзоскелетах ходят и убивают сплошных брутальных инопланетян и нужна хоть какая-то адекватная девушка чтобы присутствовала хотя бы своим голосом радовала игрока и именно это она в большинстве случаев и делает то есть если вопрос задал человек который мало играл то он наверное не в курсе что ее образ здесь мелькает очень очень редко картана это на самом деле чип и он втыкается мастеру чипов в затылок и в основном это ее голос который звучит постоянно у него ушах а уж как он себе представляет да уж а его фантазии нас не касается но вообще спартанцы не очень душевные ребята это мастер чипов кстати вот такой более менее дарят неадекватный а типа это боевые машины и как она если ошибаюсь она сама выбирала спартанца а не спартанец искусственный интеллект вот даже так да ну короче для в моем понимании это просто очень классная балансовая идея потому что без нее было бы намного скучнее она очень прикольно разговаривает она а брифинг дает она анализирует ситуации то есть вот тут как вот типичный компьютер то есть вот мужскую губу уже не виноват но можно включить женские нормальные люди включают женские нормальные пацаны в смысле я не на работе но с этим ну ладно это я кому то нравится брутальные такие голоса маскировка включена но здесь в данном случае И было очень кстати, что его сопровождает именно женский голос, потому что его голос сам по себе очень брутален. Мастер Чиф вообще жжет именно своим голосом, его озвучивает один и тот же актер на протяжении всех-всех-всех частей. Единственное, что я заподозрил, что этот голос на него очень не похож в самом сериале. То есть, с одной стороны, тембрально похож, с другой стороны, что-то не то. Но я поленился посмотреть, нет ли там подвоха, и он ли вообще озвучивал мастера Чифа в этом мини-сериале. Вот, но здесь это все-таки принципиально важно. Она прикольная, она в самой первой части мастера Чифа сопровождает, она все комментирует в таком немного в женском стиле. Она, поскольку вместе с ним как бы путешествует, она комментарии порой вклеивает, прикольные. И ее искусственный интеллект, она действительно думает, у нее есть чувства, в отличие от остальных во вселенной. Ну, во вселенной, все остальные ублюдки, 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 ублюдки. Там искусственный интеллект у всех убогий достаточно. И только картана является чем-то таким уникальным. И совершенно справедливо, что ее образ такой жесткий, и ее не есть там, отличительные особенности. Да, вторичные половины. Да. А тут негодуют, зачем убрали стрельбу с двух рук в четвертой части? А зачем? Ну, мне никогда не нравилось, например. Мы не тоже. Потому что ребятам не нравилось, поэтому убрали все. Да, все, все. Мы попросили, мы написали официальное письмо. Да, весь стабильный писался, да. Да, убрали. Как вы относитесь, я вижу комментарии от Граната 12 к продолжению «Звездных войн» от Диснея. Получится ли у них все или что-то типа «Персия», то есть говно. Ой, хорошо. Я могу порадоваться, что некоторые режиссеры уже отказались заранее, до того, как к ним предложения какие-то пришли от экранизации. Это Зак Снейдер, Тарантино и Лукас. Все понимают, что это очень такая скользкая дорожка, и можно выстрелить с ним, а можно и сделать какое-то унылое говно. Но если мы вспомним последние три части, которые делал Лукас, они как раз получились в новом говном, кто бы что ни говорил. И я очень боюсь, что... Последние три части, ты имеешь в виду оригинальные или которые вышли в последние годы? Ну, которые вышли в первые три. А, первые три, да. Ну да. Да, я, короче, очень надеялась, что при жизни... Вообще люди не так уж и долго живут, но, блин, я никак не могу на это повлиять, но, к сожалению, в течение моей жизни над моей памятью и над моими эмоциями издеваются просто как только могут. И сейчас наши, короче, все эти козлы взялись за обливание говном наших... И слайдирование бренда? Не, значит... Да, хорош, у меня, вот все, угоняю тебя, запарил. Короче, я про то, что издевается над нашими старыми советскими фильмами, да, выпуская там всякое «Белый солнце в пустыне 2», там «Служебный роман 2». Вот это вот просто горите в аду, суки. Вот, лично мое вам, пусть у вас там отсохнут пиписьки. Вот, а, значит, ну, а уж вот это вот, это просто, блин, это же просто, ну, вообще, это настолько было... Ну, ладно, я подумал, что Луко, типа, ему хочется, как бы, при жизни закончить историю, да, то есть ему хотелось рассказать то, как все начиналось. Сделан это херово, но я его уважаю. Даже не так же надо было делать все. Ну, как бы, дедушка хрен с ним, ладно, он нам подарил такие замечательные первые три, да, то есть, ну, вернее, как-то, вернее, как-то, вернее, как-то, вернее, как-то, вернее. Последний третий мне не понравился, все еще, он был еще такой детский. Я вот буду оригинален, я скажу, что я не считаю первые три эпизода говном, первые, мне вообще очень нравится, идея с двойным мечом и злодей, вообще, эпизод первый очень крутой, я считаю. Ну, этот Дарт Мол, да, он был еще такой хороший. Ну, там, потому что, дело в том, что там было совсем мало этого козла, Кристиана, этого, короче, ну, Анакина, этого, срана, да, вообще, жесть, подобрать такого мутацкого актера на такую замечательную роль, я думала, что, блин, я думала, что Дарт Вейдер, он классный, а тут нам показали какого-то мелкого пидораса, да, ну, извините, я не могу себя контролировать, ведь я даже перешла уже, как бы, на такой лэнгвич, все. Лэнгвич. Лэнгвич. Я считаю худшая часть, это шестая, с этими мишками, такое, блядь. Да, 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 вот шестая часть, это невыносимое говно. Ребята, ребята, будьте добрее, хули вы такие все агрессивные. Да, блин, Лукаса взял и сделал такой какой-то фан-сервис, чтобы, там, дети покупали мишки эти, это было так ужасно, зачем? Лучше, для меня, конечно, зима. Вторая часть, самая лучшая, вот, какая она, получается? Игорь, Чубакка, слушай, и, слушай, Чубакка тоже не какое-то чудище волосатое, там, у него слюна и кровь не течет изо рта, очень, как бы, это милость, тем не менее, он все три части ходил и, там. Метровый, он ходил все три части, поднимал людей, чуть ли не рвал надо. Ну да, он же не врывался, он же не вгрызался в глотки, короче, и не вырывал позвоночники. Ну и чем он от этого плохо, от того, что он такой, типа, он же будет такая фишка. Ничего, он классный, а мишки у микроскопические, а чем мишки-то вам не нравится, они помогли, они такие трогательные, пипец, там, когда мишки два мишки убили огромного, ну, ёпта, ну, что такое? Все, мишки камушками закидали ходячий танк и победили его, блядь, ты фарсан лишь ты играла, там ходячий танк убить одним джедаем тоже неспроста. Два мишки там бревно какое-то положили у него на пути, он умер, а к мини, победа. Мне, кстати, вот, нравится здесь, что-то в враге, они телепортируются, и это дело, в общем, внезапно. Ой, Игорь Игорь, объясни, пожалуйста, зачем люди приседают на трупы? А, это называется. Короче, я даже покажу. Прости, Макс. Чё я? Да я не тебе, вот. Есть такая штука, она появилась очень давно в Хейла, это называется Типбэк, это когда ты побеждаешь врага и, ну, делаешь вот такие вот движения. Что такое Типбэк, вы можете погуглить. Это... Это чайный пакетик. Чайный пакетик, да, да, да. Короче, гуглите, и будет вам счастье. Не мишки, а эвоки. Так эвоки там, мишки самые, наверное. Всё, короче. Мишки камеры. Так всё, я сменю тему. Как вы относитесь к экранизации Макс Эффект? Ой. Этой экранизации, как и Хейла, по сути, нет. Они меняют этих сценаристов. И, кстати, сейчас поставлюсь с нарисом, только в комедии и писалось, если не ошибаюсь. Хотя, если вспомнить третьим из эффектов, такая сплошная траги-комедия, я не могу спокойно относиться к ним. Да никак я не отношусь. Её, скорее всего, не будет. Ну вот, пошли пикеты в защиту и воков. И вот, как и говно. Ты так вот, зачем ты плюешь мне в душу, ты в своей жизни в душу? Ну, у вас же не должно быть во всём сплошную. Не должно быть. Не должно, но должно быть взаимоуважение, когда не плюет человеку в душу, если он с тобой не согласен. Вот так-то. Даже кошки расслуживали, что он просто выражает о районе, но он сказал, и вот и говно, но нельзя так и оппозиция. Это позиция мужская в ростовой позиции. Голос, конечно, и ты не на кухне, где больше части говно. Вы можете прислушаться, как жутко перекодировали environment. И как хорошо слышен дубляж. Или не можете слышать. А вот и появление нашего главного злодея. Охо-хо-хо-хо. Почему мастер МЧИФа зовут мастера ЧИФа и почему он мастер? Я смотрю, тут стермок написал. Я, насколько помню, это вообще не столько имя, сколько звание. Это звание, да, но и начали его. Запретили сержант, сержант, а там что-то помните, Глев. И причем имя его узнали только в конце третей части, после титров. Все знали, что... Там даже лицо его показали, да? Нет, и лицо не показали, там просто шлем снял. Да, 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 да. Я что-то где-то читал, что в какой-то части Хейла можно увидеть его лицо. Нет, лица никогда не показывали его. Ну, короче, вот в этом эпилоге сказали, как рассказала, что его зовут Джон. Джон, Джон ЧИФ. Джон Мастер ЧИФ. Как это няшно. Стопгейм, как вы думаете, круче вселенная Хейла или Вархаймер 40 тысяч? Хейла, конечно. Ну, я не хочу никого обижать, но... И там, вот там очень хорошую вселенную. Таково ваше мнение о сериале Фил? Мне очень понравился, ну, мы, соответственно, его переводили, поэтому нам он тоже очень понравился. Что там за звуки? У меня еще все хорошо. У нас небольшая передислокация, все окей. Пока идет ролик, мы можем еще почитать комментарии. Я, конечно, с демократической свободы слова, но как же мне хочется четвертовать каждого, кто утверждает, что масс-эффект три дерьма. Ну, ладно, окей. А эта запись будет, ёпта. Будет, конечно, ну, что вам. А что ты пропустила комментарий от Зашрека, что ты когда отстань от меня, отстань от меня, я тебя не знаю, все. Ну, 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 началась. Отстань, все. Главный злодей Волдеморто напоминает. Осторожно, его имени нельзя называть. Да уж. А про мячие это. Мастера Чифа зовут по нумерологии программы «Спартанец-2», Джон-117. Да. Там, 117 — это его просто номер. Но Банжо, насколько я знаю, не очень угорает по этой цифре. 117. Чуваки, тут очень классное описание, определение понятий «тибэггинг». Да, давай я прочитаю. Давай там, Андрей. «Тибэггинг» — макание чайного пакетика. Это отдельная форма совершения орального полового сношения, обозначающая процесс, когда мужчина кладет, как бы макая оба яичка своей мошонки в ротовую полость на лицо или вокруг лица, включая верх головы сексуального партнера, мужчины или женщины. Вчера. Часто с повторными движениями вовнутрь и наружу. Да, вчера Максиму я в гриде это показал. Все, кто не смотрел, вы потом увидите записи. Вот это не черпывающий ответ на ваши вопросы про зачем приседают над побежденными врагами. Давай перелетай, перелетай. Что по-вашему круче, вселенная Хейла или Килл? Киллзон. Хейла, Хейла. Киллзон, очень невзрачная вселенная. Кроме нацистов и выделите-то некого. Сейчас начнут, там опять вот дальше, что лучше вселенная масс-эффект или Хейл. Ну, елки, ребята, ну каждому свое, господи. Ну да. Звездные воины тоже тут давайте еще сравним, опять же, тоже с масс-эффектом, который из них произрос. Если вдруг это откровение для больших подротов фанатов масс-эффекта, то... А я, если не ошибаюсь, что масс-эффекта изначально делался как улетеление от... Как бы это желание Байоуэр сделать, который 3 против нежелания Лукаса, да, 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 да. Поэтому так, дорогие друзья, все, кто считает эту вселенную уникальной, извините, но это не так. Корнями она уходит в мифологию Звездных войн. Вы смотрели они, мой пахало? Нет, и не смысл. Нет, и да, тоже. Нет, упрости, вот, господи. Я единственное, не мой, по игре смотрел, это сериал, там, одни сезоны, с не ошибаюсь, подавил мой край. А он был очень... мне понравился. Но все остальное, но, блин, это он, на краю, это япончина и Хейл. Хейл и Масс Эффект, это чисто европейские игры. И аниме по ним, очевидно, говно. А по Хейл, если не ошибаюсь, выходил аниме во вселен... Ну, это было по Ричо. Не с мастером Чифом, а с спартанцем и с Ричо. Вот. Кстати, а ты сейчас где? Ты ведь не на земле. Нет, я сейчас на какой-то планете. Еще не понятно, какой я игру не прошел. Ну, я-ю-ю-ю-ю, падешь, а эти предтечи находятся только что-ли. Блин, банджи, клевые штуки, мне так нравилось на них летать. Да. В локализации их назвали предтечи. Предтечи. Ну, получается, года, которые... Где мультиплеер еще жив? Хейла первая, одна из них... Бутылфилл к нему ходил до 2000. Он вышел в каком-то 2003, если не ошибаюсь. А мы именно в 2000 ровно году. Ну, я могу сказать, что Half-Life в то время играли и активно. Ну, какого? Хорошо, ноябрь 2001, если точнее, вот сейчас уточнил. Ноябрь 2001 вышла первая Хейла. Подожди, а Counter-Strike он вышел как модификация в 2002 или 2001? Как модификация в 99? Ну, как бы я не говорю, что нет вообще таких игр. Но Хейла одна из тех, где мультиплеер жив до сих пор. Ну да, и они стали... Это была особая фишка Хейла, именно мультиплеер. Не только синглплеер. Ага, еще и мультиплеер. Ну да, там тоже все вот это было. Все вот эти покатушки, политушки на Банже. Это же так было классно. До сих пор супер классно. Да. Как бы всех... Вот, кстати, тех, кто тоже пока сомневается и не хочет там даже на деньги тратить на ПК-версию, вышла официально, бесплатно, мультиплеерная версия Хейла 1 для ПК. Да ладно? Даже я не знал. Не помню, как называется. Но нагуглить легко. Можно скачать, играть бесплатно мультиплеер первого Хейла. Сингл вырезан полностью. Народу до сих пор дофига. Слушай, так можно, может быть, поиграем, а? Давайте, давайте замутим стрим. Давайте, конечно. А тут, кстати, перечисляют, конечно, уже бойки. Ребята, Quake 3, мультиплеер, даже в Первом Думе, еще жив. Академик-жедаев, жива до сих пор. Кстати, Академик-жедаев, да, я подождаю. Ну, это каноничные ПК-проекты. Каноничные такие. Не, ну, Макс, я не думала, что нужно говорить, что прям Хейла, типа, лучше всех. И поэтому, как мы ему не равны. Не, не, я не говорю, что она лучше. А в том числе, как бы, да, очень, как бы, хороших игр, да. Это знаковая игра, она эволюционировала, она из первой части, она до сих пор жжет из года в год. И Quake, когда в последний раз выходил Quake? Это был четвертый Quake много лет назад. Ну да, его мультиплеер пожрал говна просто. Да, а вот Банжи, они делали всегда очень качественные продукты, и мультиплеер всегда жжег. И народ покупал первую, ну, Xbox 360 ради Хейла, ради мультиплеера, и это знаково. Ну и да, я, наверное, неправильно все-таки сформулировал, я тут же оговорюсь. Quake и прочие, это чистейший олдскул, это не экспериментальные проекты. Они держатся на концепции, которая просто со времен Doom 2 и его мультиплеера не менялась ни на Йоту. Что бы там ни говорили, там новая пушка, новый режим. На самом деле это все принципиально одно и то же. Хейла, это проект, который позволил себе в мультиплеере транспортные средства, полеты, гораздо более открытые карты и прочие подобные вещи, которые, ну, рядом с Quake и прочим, выглядят совершенно иначе. Я не говорю хуже или лучше, это просто по-другому. И то, что такой проект выжил, соперничая с олдскулом, на который подсажены просто там целая куча олдфагов, людей, которые там много лет увлекаются типичными такими шутерами прошлых лет, это все-таки о многом говорит. И Макс, это в курсе, что изначально Хейла в комнате Эллоуд, он должен был выходить не на ПК и даже не на Xbox, а на Маке. Нет, нет. Ну, это он правильно все сделал, но он правильно все сделал, но он правильно все сделал. Вовремя. И вроде, что кто-нибудь, вот кто шарит, напишите, просто комментарии, ей-богу, забыл, как называется версия Хейла-1 для мультиплеера бесплатная. Ну, давай покупаем. Да ладно, клево, когда нас поддерживают. А, хорошо, окей. Мне нравится, когда интерактив. А вот и первый собачек. Как я их люблю. Хотя тут, если им в голову прям попасться, они сразу замирают. Можно маленькое лидическое отступление, я все-таки ослушалась Максиму и решила посмотреть сама побыстрее, как называется эта версия. И стала в Яндексе вводить Хейла-1 для мультиплеера. И когда я ввела Хейла-1 для мульта, она мне предложила Хейла-1 для мультиварки. Вот так как-то. Отлично. Я не знаю, не нашла ответственность, как это у нас. Вот говорят, Хейла-1 для мультиварки. Кастом-1 для мультиварки. Да, скачает по полной версии. да порно я здесь ворота а вот как правило этого паспорта спорта это вот так в группе банджи педе вот я нашел описание я вот тут еще вспомнил одно особо всего 4 тут всякие графа дрочера могут но как все вы четыре первых его на звук с 360 который вышел в чистейшем 720p раньше хейл выходил на xbox 360 не в 720 1024 на сколько то там вот так то и 343 индустри сани молодцы что оптимизировали движок и выдали очень красивую картинку в чистейшем hd поклоном за это тут чувак синий унимается и пытается нам доказать про копипасту если можно он уже просто третий раз постит в комментариях его прочитаю говоря копипасте из прошлых частей если вспомнить то это уже второй раз чиф падает падает на неизвестную планету убивает сотню солдат нажимая что-то на панели из-за чего то там угроза вселенной это уже второй раз что это если не копипасты сюжета я понимаю хэлла крутая вселенная но неужели нельзя придумать что то еще а он что вот этот поворот как это приложил то есть но все значит теперь я не буду играть не в один начат не буду играть холл флайд получите не играет он сильно плохие террористы и убежали злёй русский николай будет это как бы копипаста бывает разное и повторять пастер рознь но это же если это одно и то же очень классное то что в этом плохого и тут же чиф он же сам попадает на планету и он ничего не нажимает ни на что все происходит не по его воле и он не виноват они виноваты я и они сами пришли какая копипаста а чё вы айпомас хорош мне писать убивал меня часто теперь получай выгнан отсюда пистолет классно перезаряжается говорят да тут когда первый раз подбираешь оружие предпечей такая очень интересная анимация показывает как он собирается воедино а вот в принципе сейчас но когда первый раз проходишь по моему там даже медленно все происходит так копипаста кстати это дум 3 бэйв г эдишн все это не убирал сильнее нету как это можно будет играть в руку лучше ли лук 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 игорь пересмотрел бэд комедиан лук нет для обе барана нет это право плохой русский николай она для русских николай это есть и вот это поворотно но даже на рутреке благополучно лежит он не рекламирует трекер потому что считаю себя правом в этом случае там запрещены раздачи рецензионных игр Кэрл кастом и дишин благополучно в поиске ищутся 86 мегабайт всего вес да он играет только мультшере да ну круто кстати я пользователь подникам николай вернее не подникало с ним николай медведев говорит эта фраза оскорбляет меня как злово русского николая если бы сказал злёй русский николай медведев это и так достоило бы тебе бедиться не 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 вот что еще уехала четырнадцать это отлично анимация мимики шлемы такие шлемы мимичный да никакие шлемом стареют на персонажа девушку на ласке очень круто все сделано это все ингейм блин консоли еще могут удивлять это круто несмотря на то что там железо ты тысячу восьмого года она пикафер она была бы круче но блин ты вспомнила и нуар на пиках если русских они николай неправда злой русский николай идите посмотрите вы не в теме игоря в каких-то условиях сейчас играешь и почему саш не на кухне но я такое сейчас лежу перед телевизором виноград саша это не дает в рот я как раз так как в бокал вина да и такой гедонизм но кстати про бокал вина это ни разу не шутка я не знаю могу ли я уже просить за продолжение doom 3 бфг эдишн это плохая копипаста это все равно что половину какого-либо слова скопировать да половину какого-либо слова скопировать это блин паин кивер последний тоже как бы вот мы с максом просто негодуем по поводу да наши в пунктии хотя бы есть тени слушать да там эти митинь тенями хоть обмажьте там всего 14 уровней принострясти с лишним но у меня хватило тех 14 уровня я с тобой проходил это иначе не я услышал и единицы ты ты не фанат этого че тебе должно быть на целях одессе обороны ну блин все равно господи ты сейчас сказал я сказал что он это латишка и что а теперь ты тоже так умеешь я всегда так умела до 10 лет мы можем теперь так разговаривать в сфере сферпанского дачи в сферпанского в 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 жаряты после этого рукопожатия мне вспомнилась история как делали первое рукопожатие в первом хала какие там были танцы с буддом что там было рассказано он помню чудо снижается на свой рамс параде а ну ка расскажите я там господин слип персаживаться рукопожатие как в детстве в кулачке в кулачке максима 1 2 2 1 ты задолбал нас уже тебе не нравится хала 4 иди гуляй иди играй во что тебе нравится нам нравится хала 4 мы все в восторге нравится все предыдущие части и это тоже какие проблемы чувак ну чё он сарел уже какой комментарий пишет максим терпит и смотрит такой да вообще игры вам не надоели старпер и это так как это надо поэтому нет ни надо хорошие не надоели вот такие как постов 3 м чем он сроком день ненавистия я тело не особо люблю все скрыть в киеве это только вспомнил озвучка будет 2 отстань хотя и он на самом деле вспоминают медведи троих спинают фраза 6 или их хорейнесса так как что то там все так ну каилы 4 ненамного лучше в принципе км мы кстати будем на таки мультиплеер все таки останемся на кофе так что вы скажете просто уже половина и одиннадцатого у нас да у нас остается полчаса поэтому если показывать мультиплеер то наверное сейчас как раз пару карт но если хотите то я могу показать давайте покажем если голосуем в комментариях мультиплеер или продолжаем сингла да какой голосом я здесь власть все все таки мы все дорвался до власти ребят скажите ну пожалуйста что лучше купить новый мох или black ops 2 дорогой капушка капучка иди пожалуйста посмотри мой видеообзор медленно фонар и я думаю что ты поймешь что не надо вкратце кажется что не надо покупать но еще не факт что надо покупать второе да да что да а вот по поводу превью black ops 2 как бы я тоже там все сказал что я его щупала смотрела но щупал я его на иксбоксе и что там будет насколько они реализуют то что они нам обещают ну блин революции тоже ждать глупо поэтому вы все знаете когда покупаете вот что вы покупаете да так что не надо все эти кто приобретает игру а потом на нее же и плюется но ходят слухи не но все таки black ops 2 он очень хороший и слава богу он очень хороший в плане сюжета говорят что это первый call of duty где сюжет очень сильно тащит а кто говорит а я не скажу имя этого журналиста русского который не скрывает он скачал пиратку журналисты они пиарочки как пиратку откуда но есть бывший человек из игромания который скачал пиратскую версию black ops 2 и уже написал играть интриги во я сейчас покажу вам всем режим который называется потоп давай че там надо делать это ты отбиваешься от елка да у меня такой позывной еба было все очень четыре буквы я не знал что влепить фанни пират понятный делал не крепить даже и сократить как а фу пир я решил что либо ел бы либо она есть начинается на улка заканчивается или ну и так далее и короче ты до голосования пилил мультиплеер поэтому можно уже комментарии не обновлять а народ тоже голосует за мультиплеер сейчас идет подбор игроков а мы будем играть в режим потоп процент тут много человек отбивается от расы потоп если раз потоп убивать кого-то из людей и спартанцев то есть парламент превращается тоже в потоп а почему у тебя гейский синий цвет костюма но у меня не гейский он синий красный это синий оранжевый си стилблю 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 амблю да будет обладать у меня с римскими цифрами проблем это шестерка у спартанцев написано 4 4 а ну то 4 версии если слева от пяти то минус один понятно уроки математики только на так тут уже начинают гадать не толстый ли это журналист который скачал но если вы смотрели донос стоп геймовский то нет он не толстый но в кадр он поместился где я спрашивает один из зрителей вы господин зритель на сайсестопгейм точка ру и вы пропустили большую часть стрима но сейчас мы показываем мультиплеер хэл4 еще тут какой то потоп нам обещают просто вообще потоп донимает вопрос angel 7 пишет его уже наверно 500 человек подряд не собирается листов гейм выпустить свой журнал как игра мая ребят будет серьезно вы думаете что журналы еще проживут долго они уже все будет сам пособираюсь его покупать его выпустим а или ты пдф скачаешь на торрентах или акси нарушаемые бюджетные 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 как но сейчас покупает журналы я не знаю что можно только плейбой в электричку покупать почитать ах максим максим купил бы то айпад и скачал туда дмс макс помог надрать жопу игорю в мультике если будь стопал бог сейчас нет конечно но нашел мужик сказал бы я пытался тройку я своего убил по идеалу боевалов лица стал бы благополучно геймпаде как только можно будет подключить клавиатуры мышку к из боксу паксим или сразу же пожирал бы всего говна максима 11 вот ты вот неправ хэлла это одна из тех игорь шутеров которого очень млайн отношениям к людям которые раньше играли на геймпаде но не играли на когда не его датчиков у тебя есть геймпад ада то есть в день есть лампад но уехала кастом эдишн я на клаве ты на геймпаде свой даже решила проблемы я тебе говорю к тому что очень хорошо есть можно приспособиться что никогда на геймпаде я очень хорошо приспособлены твой геймпад предоставляет на сайте боя к тебе в рот сделаю зараза ты вчера это в стриме обещал пока что то говна сделаю пожирал как я анонсировала машина была в 4 фигня кстати говорят если верить этому журналисту то это первый код который не пройти за 6 часов то в данном случае сценарист темного рыцаря да все понятно и это интересно так что к тому же вышел супер спешим быть да он вышел но он какой то там очень странно слотная тема как то на нас не фислил сквозь кей ну это шкость главная тема вот в батле вот это вот прям вот метровой резонанс мы тут делали вчера и грозор извини перебью не могу не рассказать но это просто было волшебно уже собой из-за этого мы указать зафейлили жутко на штраф вылетели потому что вовремя не смогли его сделать а пили в 6 утра значит текст уже все почти готова озвучка а там новость у нас про дмитрия виноградова помните такого чувака вы чё не в теме что ли он три дня назад 7 ноября пришел в офис а я и вот где работать юристом и выпилил там пять человек еще несколько ранил с двух карабинов с двух рук вот прямо говорят что стрельба с двух рук выпилина вот вот ему она нравилась явно в хейл вот он с двух рук с двух карабинов выпилил пять человек при том что припакет шотами кстати он профессиональный стрелок да хоть шотами выпилил всех пятерых вот и играл правда manhunt а не в колду но не принципиально важно там единая россия уже запретила manhunt у нас в россии продавать хотя он никогда официально не продавался но он неважно блин так дровать с картами даже стыдно что мы не можем нормальный поток показать ну короче речь не о том значит пилим уже текст эту новость заканчиваем и тут настя мне находит ссылку прикольную пусть говорят малахов подсуетился сразу же 8 числа как обычно вообще не теряя времени зафигачил свой выпуск о том какой виноградов нехороший о том как он выиграл в игры и всех из-за этого убил и там абсолютно лучезарное начало передачи где под тему из батлы показывают как все было да интерпретированные такие геймплейные кадры но в смысле на компе в 3d максе смоделировано с убогим графоном как виноградов пришел в офис и всех перестрелял с пафосным и же есть а максима максим это андрей малахов тебя не слышно максим максимум в эфире пожалуйста говорите 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 и пусть говорят пусть говорят так у нас возникли некоторые неполадки максима отвалился потому что мы отвалились может быть его отвалились ворот играет я ну вроде нас интернетом то все ок блин эпичная история максим оборвалась буквально на середине но мы подождем пока он восстановится придет обратно процент пока тут народ говорит что журналы кто пошла пошла такая возня что кто то говорит что журнала до сих пор покупает считает говорит что они нафиг никому не нужны блин а слышу поток потоп поток потопа и мне страшно а он ведет ну давай 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 подпрыгивай подпрыгивай максим кулаков к сожалению на данный момент отключился от интернета видимо какие-то нас неполадки тут технически не выдержал он такой эмоциональной истории можем немножко рассказать про будущий стрим по был копс ребята приходите на наш будущий стрима будем стримить black ops прям 13 ноября когда он только выйдет да в день релиза прям вечерком мы соберемся в теплую и компашки я игорь суров и костинка наши замечательные тростянек мы побегаем и как раз посмотрим насколько и пищи на колледжете я не знаю мы наверное по может быть поставим сначала сингл да мы можем побегаем мультиплеере наверное почему бы нет показать на самом деле может быть как раз та же самая вариативность может быть не в самом начале чтобы не особо спойлерить как раз самого начала чтобы чтобы дальше не спойлерить потому что там из трейлеров понятно какая завязка то вот так что народ не парьтесь насчет эхо все уже кто по моему же все знают что мы сыграли в общем-то живем в одной квартире естественно сидим в одной комнате и да вот поэтому прекратить об этом писать но в конце концов за максом уже приехали вот отличная версия того что происходит я согласна скорее всего так случилось бренд за мной бог кто приехал я прям хочу стать потопом чтобы что-то здесь интерес не все время вышло отлично я смотрю это да и наверное выберу другой режим овен на седьмом аж на седьмом месте тут кстати народ уже кидает ссылки вот именно с этим о чем рассказывал максим так что если кто хочет вот пожалуйста посмотрите спешил ванна про видео как раз на ю тубе видео про виноградова еще получил новый уровень ну 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 в общем класс на особенность мультиплеере когда ты выбираешь абилку создание голограммы себя если ты убил противника и послал голограмму в труп противника то это голограмму будет делать тибэк это очень забавно да а что за фигню юзает игр что за локатор это было обвизор предтечи можем увидеть противников они были показаны как краски точки напоминает хищника не хищника чужих хищника у него же был такой локатор и можно смысле да да я решил посмотреть раз потоп находится как тебе спешно нас спрашивают кто будет делать обзор на хала 4 обзор будем делать мы с игорем поэтому все будет хорошо малахов позвонил в билайн или к чему он там подключен и максима трубили интернет да он это может скорее всего так и произошло а может быть не он а неизвестный журналист который вы сегодня упоминали что мы перестали о нем говорить просто его звонок немножко запоздал и поэтому максима трубили не когда мы обсуждали эту журналист а уже потом вот как вы думаете действительно ли станут запрещать игры если да то каким образом и как например будет определяться возраст при покупке игры в steam каком-нибудь мы думаем что запрещать игры не будет никто потому что это невозможно от алкоголя и курева тоже все умирают но но если я не знаю что возможно просто могут запретить продавать конкретную игру а на территории рф и чем он даже что значит почему что значит почему но на основании чего законодательно они будут пресекать мои права как потребителя приобрести на продукт просто возьмут только что с трубом улова а то перегруппы малахова забыл совсем про закон о клевете я же назвал их в игрозоре анальными клоунами всех и вот дала мне ворвался спецназ так и знали мы так и знали максима рада что ты вернулся ты уже нам из кутузки пишешь да но нет почти я я пока от первой группы отбился от первой группы потопа поэтому я сейчас как как игорь то же самое только а я уже не в потопе ты уже не в потопе карта очень унылая для потопа казалось я решил что на к черту покажу потом в отдельном видео как это на самом деле выглядит круто где они все нам говорят что мы сегодня слишком адекватные видимо вчера мы избаловали их экшеном в гриде и сегодня мы типа якобы слишком адекватные пункты надо иногда и адекватными побыть вот так как я что сейчас на режим но моя история про малаху всем понравилось я смотрю с точки зрения оборвался на то моменте что вот он показывал вот этот вот ролик под а саундтрек батлы в общем то все то есть если там что то было дальше то есть если там что то было дальше режим называется царь горы то есть что я с вопросом макси макси все таки забрали хорошее цепи макси 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 Когда они выучатся и почитают книжки, станут учненые, как мы, тогда можно играть в игры, и тогда можно делать стримы и работать на студене. Я что-то интересное пропустил, явно. Пропустил, да. Там тебя опять изымали, да, дьяволы. Да, я демон отбиваюсь. Вторая волна потопом напала на меня. Спецназовцы в костюмах Малахова на меня набегают тут. Я баррикады строю. Я убил его? Нет, я не убил его. Мне, кстати, очень понравилась эта тема, такая тоже, раз уж мы пошли, такие острые темы такие, да, по поводу запреты, игры и прочего, и прочего. Вот опять же, как бы даже наша власть не гнушается нарушать запреты. Помните, да, в том же коде миссия в аэропорту, который запретили у нас на территории Российской Федерации, то есть компания 1С выпускала игру без этой миссии, да, где расстреливали русских. При этом, значит, один из депутатов... О, да, я сделал это, извиняюсь. Да, один из депутатов подал жалобу, значит, мол, на... Ну, как бы, ну, типа, такой скандал организовал своими силами, что, мол, вот как же в этой игре показывают, значит, такой уровень ужасный, где убивают русских. Attention, attention, короче, все, мы все умрем, игры запретить, да, детям их нельзя играть. Но... В связи с чем, короче, компания 1С очень классно поступила и сказала, уважаемый депутат, вы вообще в своем уме, у нас на территории, как бы, Российской Федерации не продается такая копия легально. То есть, если ваш ребенок играл, значит, в копию игры, да, где, ну, есть этот уровень, значит, он или скачал, то есть он просто пират, или, значит, вы нарушили российское законодательство и привезли ему там такую копию, не знаю, может, из-за рубежа, да, да, то есть, как бы, облили его полным говном, значит, полный уж от говна на него вылили. О, я как вспомню, там же такая вот какая-то пресс-конференция даже была дурацкая. Ну, они очень умные, да, они считают, что они, как бы, ну, в общем, выставился полным идиотом, за что им большое спасибо, мы очень классно поржали, вот, удачи. Давайте еще. Ну, этот случай с Манхантом, ну, на самом деле, тоже очень показательный. Блин, Манхант вообще никто не знает, и человек, наверное, вбил в гугле этот депутат, что, там, самая жестокая игра компьютерная, и увидел, там, первый запрос Манхант. Ну, и, не знаю, предположил, что, возможно, тот идиот, который перестрелял пяти человек, играл в эту игру, и сделал такую шумиху. И это очень-очень-очень-очень-очень-очень печалит меня, что такие вот нечестные люди попадаются и портят кайф остальным. Игорь, тут вопрос к тебе. Я заметила, что почти весь, я заметила, что почти все кемперят. Это норма на консоли или особенность Хейла? Это не особенность Хейла, и тут никто, по сути-то, не кемперит. Тут, если ты сидишь на одном месте, то тебя убьют через минуту. В этой игре нельзя просто сидеть, как в Клоудюте, в кустах, и все. Тут надо постоянно двигаться. Тут ты можешь получить много фраг за то, что ты двигаешься постоянно. И вот, как я сейчас со спины всех там обойти, но это был Хейл полностью. Мне это, кстати, напомнил, что вот когда я первый раз увидел это переиздание Хейла, бесплатное для ПК, где только мультиплеер, я туда зашел, зашел на самый публичный сервер, где больше всего народу было, и там вообще стоял такой прикольный скрипт, что если ты несколько секунд не движешься, у тебя начинает ХП отбираться. Да, да, там было такое. Вот бы, блин, в Клоудюте такое. А еще, если ты из под ствола начинаешь стрелять, то сразу, не знаю, кол в жопу. Причем в реальной жизни. Газ-патроны из стула, да, из компьютерного. Вообще. Вот, кстати, такое бывает, я сейчас напугаю всех. Все к нас смотрят, там, по-моему, случаи, кстати, 1 на 100 тысяч, но такое бывает. Что, 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 что? Все сидят на столе, на компьютерных, у которых есть вот подъемник, автоматический контроллер высоты, там внутри газ-патрон. И 1 на 100 тысяч стульев может при очередной попытке сменить вес, или при том, что на него резко сядешь, этим газ-патроном выстрелить в жопу. И он пробьет, он пробьет абсолютно, там мощность газа более чем достаточная, чтобы пробить, собственно, сидушку и вонзиться в задницу на полметра или больше. Я потом выбрал, ну, там, где я работаю, такой специальный стул, где вроде как очень безопасный, вроде как сам стул очень дорогой, потому что это вообще стул... Ну, я когда проситал, я некоторое время на краешке только сидел. А я на что купал, я сидел на краешке такого стула. Я один раз так упал на краешке, я сел на краешке стул, я рассчитал, он был на колесах, он как бы поехал назад, и при этом меня накрыл. То есть я села на попу на пол, а стул так вот меня так накрыл, короче, сверху, и я не могла очень долго с пенем вылезти, это было очень смешно. Не, ну на краешке это лучше, чем газ-патрон в жопу. Те, кто стулья такие собирал, они знают, как этот патрон выглядит. Это круче, чем победил, да. Да. Так, у нас остается 10 минут до конца эфира, мы как продлеваем, или все-таки закруглимся? Да нет, я думаю, мы на сегодня закруглимся, мы показали достаточно, и сейчас еще, может, одну карту Игорь подемонстрирует. Да, вот как раз я последнюю карту загружаю, и... У нас в комментариях объявился Чак Норрис, и, как всегда, он не только классный, неубиваемый, у него также потрясающее чувство юмора, он сказал, что, думаю, сейчас все на пол пересели. Так и есть. Не все сидят на таких стульях, я вообще на деревянном олдскульном обвешанном подушкам, и у меня норм. Мы, кстати, тоже сидим на обычных таких икеевских стульях, ну, как бы... Но они без патрона, это обычные стулья. Да, они очень неудобные, но зато наша же безопасность. Сейчас такая классная толкризас у нас была, написано было 600 очки. 600 очки, блядь. Ну, Чак у Норриса, я думаю, нечего бояться, Чак Норрис, он же настолько крут, что если у него выстрелят газ патрон, то... Сам создатель этого газ патрона вздохнет, не знаю, там... Эту газ патрон вылезет. Создатель этого... Ну что же, можно как-то подытожить, может быть, наш сегодняшний эфир. И сказать, что мы, в общем-то, готовы сделать стрим по замечательному мультиплееру. Да, обязательно, в первой части, наверняка. Там, кстати, был вопрос в комментариях, может, мы сейчас тоже на него ответим. Да, блин, чувак. А как он так лагает, что такое? Он пинг хренового чувака. А, я думала, это, может, какая способность у него... Да нет, если бы. Вот я своим хирургом пингом очень классно обвел, прикольно. Там народ спрашивал, если мы будем играть, то можно ли играть с нами, будет. Там, не знаю, как... Ну что, можно, там большие... Там выделенные серваки? Да, там выделенные серваки, там, по-моему, до 16 человек. В общем, там нормально. Ну, имейте в виду, да, как бы, если у нас все сложится удачно, и мы таки соберемся, то, я думаю, что без проблем с нами погонять вы сможете... Приобщайтесь, ставьте, тестируйте, если у нас будут технические проблемы, к счастью, будет, если кто-то из вас там прошарится, все сразу поймет. Заранее называется Halo Custom Edition. Можно скачать где угодно, совершенно бесплатная весть очень мало. Замечательно играется и работает. Вот, мне очень хочется верить, что мы сегодня для... Все-таки внесли определенный вклад именно в отношении тех, кто вообще в Halo не играл. Я вот очень на это надеюсь, что мы хоть что-то смогли донести. А я очень надеюсь, что после этого стрима или после обзора кто-нибудь захочет купить консоли Xbox 360, поиграть в Halo, добавить меня в друзья, не что-то... Так называется Фонни Пираты, поиграть в очень-очень хороший мультиплеер, в очень-очень хороший кооператив. И, вот, я очень надеюсь, что когда-нибудь такое случилось... Ну, а вот, короче, скоро Новый год, поэтому я думаю, что может кто-то уже подумать, что заказать, конечно, подашка своим родителям. Или... Самому себе заказать, кто сам себя обеспечивает. Почему бы и нет? А, наверняка, что к Новому году сикерспродаж начнутся, может, какие-то предложения, нет? Не в России. Окей. Скорее, наоборот, я не знаю, что некоторые торговые сети, они... Одноу год, наоборот, очень... Завышает сцену. Вот так. Игоря Тайфилов смотрел, мне что-то интересно стало. Так я же и озвучил счет. Ну, я не смотрел. Нет. Ну, блин. Ты чё, ты же в мультиплеер Хэлла играешь, ты просто обязан был посмотреть, что я... Слушай, я... Идущий красот, это всё не посмотрел, что-то не страшно. А, точно, ты же днище полное. Тот, это всасывал, выработает фуллтайм, что-то я не знаю. Фуллтайм. Фуллтайм. Ой, ну, да, один сезон Филла, это прям как шесть сезонов Лостов. Ой, сразу ко мне добавились, друзья, ребята, добавляйтесь, будем... Будем играть, будем играть мультиплеера, давайте буду это записывать и... Будут и выкладывать и выкладывать... На канале, может быть, стоп, генн, рамокс. Фуллтайм. 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 ничего не описывает не геймплей ничего я от этого баба баба в бахере наши дети короче единство характеристика в игре те приходят велики персонажа с именем патрик головей что такое я никогда тоже не слышал про патрика голове и патрик лавей в гугл и посмотри что он тебя действительно или хотя бы опиши там это я от первого третьего лица это квест шутеров полу что ли вера пока а то не понятно нет 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 отстаньте мультиплеер очень классно очень динамичные и такого делать очень не все так шутер делает такой мультиплеер классный чувак комментариях очень как бы сна себе противоречит такой говорит вы говорите же вот что купить ну конечно так написано вы говорите вот что купить xbox а я тут были не могу решить что брать иксбокс или ps3 а вы сразу говорите сразу бокс брать и такой расстроился типа ну блин ты не можешь еще брать так вот и у тебя и подсказывает смотрите на самом деле что лучше пустыри или xbox пустыри очень хорош своими эксклюзивами но если вы берете консоль еще с расчетом на то что поиграть в мультиплатформу там не заколки уйти ассасинс creed там ренту и так далее xbox 360 он гораздо лучше потому что там хорошая оптимизация там вроде резиденты волны и улоке лучше но он там сделали да но например например первый даркнесс на первом процент повлияна третьем поиск 3 там 20 в пояс идет вот у меня есть даркнесс для поиска там 20 в поиску что это такое или масса эффекта вышел третий недавно совершен и там 20 в пояс ну тут да тут все зависит полностью от игр то есть я купил playstation 3 из за хэверин реально ради одной игры я кстати то что сделал в свое время и но и ничего точно не пожалел ну по большому счету да есть вот игр ради которых вообще стоит жить то есть я только был рад лишний раз когда еще и прошел uncharted восхитительная совершенно игра изумительная просто но это две игры по большому счету uncharted 2 и 3 в первый не играл честно говоря две две игры которые вот реально для меня оправдали покупку playstation с тех пор я на нем практически ни во что не играл box планирую купить вот реально ради хэйла и тоже уверен что не пожалею потому что их достаточно третья часть ричи воды остын и что каждая часть там везде есть кооператив вот так то и мы с тобой максимум поиграть вообще во все части вместе как друзья но короче я думаю что на этой позитивной ноте мы тогда заканчиваем наш эфир потому что буквально через две минуты уже мы уйдем с главной спасибо всем кто смотрел нас процент я надеюсь что вам понравилось и на следующей неделе буквально будет блоков с 2 приходите смотрите вступайте в группу вконтакте обязательно там короче следите за расписанием эфиров которые находятся в блогах оставайтесь с нами следите за развитием событий новости всякие смотрите в блогах в этом самом в контактах в группе у нас у каждого на странице добавляйтесь в друзья и так далее и тому подобное всем большое спасибо за внимание надеемся мы как то повлияли на ваше мировоззрение и что то новое вам сумели рассказать да 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 все пока всем пока все таки мы откланиваемся с вами были столбеем точка ру максим кулаков александра косты игорь ссоров их его 4 и мастер чип я не могу пошли играть в грит это пошли играть в грит мы в крит а вы как хотите всем пока пока интернет эксплуат что Продолжение следует...